У нас новый главный тренер сегодня. Кто-то знает, кто-то не знает, узнают. Познакомитесь. Умар, Мархиев. Работал в команде, играл. Будете выполнять все, что вам будет делать. Хорошо, правда, что сейчас в Ставропу выиграли. Там сейчас поиграем вообще. Очень плачевно все. Все, сейчас в марк приступаю из главного тренера. Полностью карман. Так, мы сидели, общались. Смотрите, сейчас начнется зимняя заявка. На данный момент, если честно сказать, нет ни одного из вас фигуриста, который сто процентов на весь сезон. Сейчас вы будете дома главного тренера доказывать. Карты и классы доказывают. Как сейчас клуб на бою, мы так не хотим. Нас это не устраивает просто. Так что включайтесь в работу. В сегодняшний день. В дальнейшем представлены главного тренера. Все вопросы по спортивной части, по всем делам. За все отвечает главный тренер. Он дал счет для нас надолго. Команда будет стоить на перспективу. Так что имейте ввиду. Ко мне там, я понимаю, на кое-какие вопросы. Все вопросы, за все отвечает главный тренер. Я знаю, я ехте отвечать здесь. В наши времена. Мы уж не знаем, но сейчас познакомимся в процессе тренировок. Я хочу поздравить вас с победой. Молодцы. Очень важный момент. Очень важный момент. Молодцы. Потом я так думаю, нужно поблагодарить тренера. Он приехал, работал. Это тренерская судьба. Все тренера когда-то уходят, когда-то приходят. Но я думаю, надо его поблагодарить за то, что он здесь поработал. По работе нашей. Изменения будут некоторые. В плане тренировок. Понятно, тренировочный процесс. Это одно. Потом. Полиция тренировок. Да. Мы сейчас начнем в разных режимах. Работать. Утренняя тренировка будет в 10 часов и вечерняя в 14. Для чего это делается? Никто не собирается вас нагружать. Никто не собирается вас гонять. Потому что тренировки будут больше проходить в плане тактическом. В плане разнесения. В таком плане стандарты. Все это. Потому что одна тренировка мало. И время мало. Сколько раз, полтора дня всегда осталось. Потому что, чтобы и до вас донести, что я хочу, чтобы вы поняли. Начнем так. Понятно, блин, как в день. Вот эти дни. У нас в ближайший раз с Машуком. Да, у меня есть, как любого, требования. У нас уже требования не такие, что вы верили. Это нормальные требования профессиональных тренеров, профессиональных футболистов в команде. В плане тренировки. Как тренироваться. С какой отдачей тренироваться. Это все, конечно, мы не будем тренировать. Это и есть, да. Ну и самое главное, наверное, самое главное, что я хочу вам сказать. Я, естественно, я, может, в лицо многих не знаю. Но в любом случае, я доследил за вами. И я считаю, что мы не то место занимались, на котором мы находимся. В любом случае, что бы мы сейчас не говорили, что я генеральный директор САМ. Что бы мы ни говорили, главное действие свидетельства – это вы. Вы выходите на поле и вы делаете результат. Кто бы ни говорил, кто бы ни пришел. Я не знаю, Гвардиола, Малвини. Ничего не получится, если вы выходите на поле. Мы можем вам помочь только. Я могу помочь. Мой тренерский штаб помогает. Но вы должны выходить. Вы должны выходить. Вы приличные футболисты. Вы приличные футболисты, которые могут двигать в футбол. И надо подниматься, я считаю, по тренировке. Таблица вверх. Да, я понимаю. Я понимаю. Есть команды в этой зоне, которые уровень футболистов хороший. Приличный уровень футболистов. Квалифицированный тренер. Есть команды такие. Как ты их обыгрываешь? За счет чего обыгрываешь? За счет характера, за счет игровой дисциплины, за счет желаний, за счет духа, как хотите называть. Порядок, бьет класс. Это никто не обменял. И вот с такими командами надо вот так вот выиграть. Понятно, что другие команды, естественно, тоже на одном на день не обыграешь. Но я имею в виду, объективно, если вы смотрите команду, которая обладает квалифицированную футбол, а выигрывает ли это еще как обыгрывает? Вот это я хотел бы, чтобы вы поняли и где-то в голове, чтобы себе отложили. Хорошие пропурицы нам просто доказывать, уважать себя нельзя так, я считаю. Мы постараемся вместе все исправлять и работать.